Я должен еще при приземлении стабилизировать так, чтобы та инерция, которую я создал вперед, погасить ее так аккуратно, но не большими мышцами, а именно стабилизаторами. То есть, включить их так, чтобы мое движение было четкое и при этом я имел еще хорошую опору под ногами. Сейчас по опоре немножко поговорим. Так, кто в углу, вы можете подойти. Сейчас, смотрите, почему важно иметь опору. Вот почему я говорю, что нужно так стабилизироваться хорошо, чтобы при этом не потерять опору. Сейчас мы тест небольшой сделаем. Вот смотри, сейчас выкинь руки вперед. Твоя задача, я буду давить тебе сверху, вот сюда. Твоя задача возвращать руки вот в это положение. То есть ты как бы стараешься бежать. Сразу стал опытный человек, сразу такой приготовился. Все, давай, поехали. Вот, хорошо. Так, и сейчас сними один крышлок. Вот, немножко так, постой. Может, чуть позже даже поставить. Чуть-чуть вот так. Пошагай немножко, да, чтобы... Для чего это делать? Для того, чтобы сейчас вот таз подстроился непосредственно под эту ситуацию. То есть сейчас мы создали момент, когда у тебя меньше стабильности в ногах. И сейчас тоже самая ситуация. Давид, мне... А, ты силы идуешь? Давай. Сил меньше стало? Ну. Ну, на правую. Ну, конечно. То ли дело, когда первый раз я ему делал, да? То ли дело, второй раз... Ну, здесь приходится... Одна нога, ты чувствуешь, что она немного выше. Да, да. И переход... Мне приходится подстраиваться, и ты... Он не стал слабее за это. То есть мы понимаем, вот сила, которую ты имеешь, да? Не только в руках непосредственно, да? Вообще во всем деле. Она никуда не делась на самом деле. Просто сейчас у него сила сконцентрирована здесь, чтобы удерживаться. У меня забелась икра. У меня забелась икра. А почему ты... Икра? Ты начал поднимать на этот уровень. То есть ты решил, как бы, скомпенсировать... У меня знаешь, где забелась сейчас? Вот здесь вот. Ну да, комбаловик. Ну, что ты согнул еще конец. То есть ты старался компенсировать вот этот недостаток и тратил на это энергию. То есть представьте, если человек вот будет, допустим, двигаться, бегать, прыгать на нестабильных суставах, у него вот в точности... Могоди? Да, да, конечно. В точности такая же будет картина. То есть он не сможет нормальный выпад сделать. Он из нас не сможет ударить. Допустим, и в этом случае мы должны понимать, что... Я сейчас показал именно такую вот жесткую картину, да? Но так... Давай, наверное, кому-нибудь другого. Это я показал, когда у него нестабилен таз. Вследствие того, что он стоит неровно, да? Сейчас мы посмотрим такую интересную вещь. Вот здесь, кстати, есть небольшая гиперправноция. Сейчас надо расслабиться. Вот максимально, как естественное положение. То есть ничего мы не стараемся развернуть. Сейчас ручки вот так в стороны. Под 45 градусов сюда и сюда. Вот, чуть-чуть. Сейчас задача какая? Чуть поуже стопы. На ширине таза. Нет, чуть-чуть больше. Вот так. Сейчас задача какая? Я давлю вот в эти стороны. Задача, не наваливаясь на меня, сводить туда. Одна к другой. О, диагональна. И сейчас попробуем. Все, поехали. Так. Что происходит? Да. Назад. Еще раз. То есть не хватает. Если вот сейчас разведемся сюда. Вот сюда, в этот сон. Чтобы было... Нет, наоборот. Чтобы было видно, обратите внимание на стоп. Вот сейчас навалился. Да, да, да. Но, тем не менее... Все, поехали. Еще раз. Пальчушки под себя поджимаем. Вот. То есть здесь вот... Кстати, пример очень вот... Можете обратить внимание, у кого есть такая ситуация. Если мы отследим вот здесь, по косточке, да? Нашим долинцовым суставом. Она заходит сразу сюда. То есть это постоянное состояние, в котором он находится. То есть он ничего как бы для этого не делает. То есть у него нога сюда сама заваливается. Сейчас попросим поприседать. Просто классические приседания. Ну, не быстро, но медленнее. Так, еще раз. Так. Здесь какой момент? Есть небольшой люфт, когда мы приседаем. Вот это вот. То есть чуть-чуть не хватает стабильности именно сохранять правильное положение коленного сустава. А как его сохранить? Сейчас покажу. Это вот связано все с коленостопом, который заваливается. Тебя, конечно. А так и так и так. Так и так. Продолжение следует...